Не преувеличивайте того, что произошло по этому закону. Я считаю, да, хорошо, что поддержали общественность, но самая главная позиция, и об этом я много говорил и смотрел и в Эстонии, с людьми, которые проводили эти антикоррупционные действия, и которые удавалось достичь результата, и в той же Грузии Саакашвили много раз встречался и говорил, есть две позиции, которые очень важны. Первая, нужна очень мощная общественность, которая бы постоянно следила за тем, что происходит в стране в плане борьбы с коррупцией. И у нас это сегодня, пусть еще не так организовано, но уже имеется. Но нет главного сегодня. А главное заключается в том, что нужна политическая воля буквально 7-10 людей, которые возглавляют большинство в парламенте во главе с президентом, которые бы сели за один стол и сказали, мы это сделаем. Никакие законы здесь не нужны, потому что тех людей, которых вы собираетесь убрать по этому закону, если президент подпишет, и они уйдут с должностей, власть совершенно спокойно сегодня может убрать, потому что это первые лица государственных организаций, ведомств, администрации и так далее, и их первые заместители. Это убирается одним движением. Большинство из них уже ушли. Уже ушли. Поэтому не преувеличивайте там ничего. Что касается других людей, там больше миллиона людей проверить надо. Очень дорогой закон. А я сказал, что сами процедуры, по которым вы будете проверять, очень нечеткие. И у меня есть большое подозрение, что когда вы писали эти все вещи, то тот, кто дорабатывал закон, а он принимался очень непрозрачно за последнее время, старался себя убрать. Турчинов, там нету Турчинова, потому что там написаны работники ЦК с более высокого уровня. Кстати, он никогда не был секретарем райкома комсомола, это я знаю точно. Поэтому, вы знаете, ушли люди, или ушли нормы, которые были достаточно жесткие.